Приветствую, братья и сестры. Я очень признателен за эту возможность старшему пресвитеру Ярославу Ивановичу, братьям церкви, сегодня поделиться Словом Божьим. Я представляю христианское международное служение, которое называется «Христиане за Израиль», которое олицетворяет, наверное, движение тысячи тысяч людей по всему миру. Нашему служению больше 35 лет, наш главный офис в Голландии, но на сегодняшний момент мы ведем работу на всех пяти материках, включая буддийский, мусульманский мир. В Украине я являюсь спикером-проповедником этого служения и отвечаю за взаимодействие с церквями, а также координирую диалог между евангельским христианством Украины и посольством государства Израиль в нашей стране. Я привез также вам некую продукцию, называется «Почему Израиль?», два DVD с порядка 15 проповедей, проповедуют в видеоформате на этих DVD Вильям Глазхавр. Это президент служения христиане за Израиль, и я считаю, что это один из самых лучших проповедников о Израиле, церкви в последнем времени. Тема моей сегодняшней проповеди – это роль Израиля в пришествии Иисуса Христа. И давайте откроем Деяние апостола в первую главу и будем читать с первого стиха. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеления апостолам, которых он избрал, которыми явил себя живым, по страдании своем, со многими верными доказательствами, «Продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». И так как о Господе Иисусе Христе было предсказано в Священном Писании, Он родился на эту землю, как о Нем было предсказано в Священном Писании, Он пошел на крест и умер вместо меня и вместо вас за наши грехи, пошел в ад и страдал за наши беззакония. Но как о Нем было предсказано в Священном Писании, в третий день Он воскрес из мертвых. Слава нашему Господу! Братья и сестры, мы имеем величайшую привилегию иметь взаимоотношения не с еще одной религией или с философией, но с единым живым Господом. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Ян крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Поэтому, не сойдясь, спрашивали его, говоря, не в это ли время Господи восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав это, Он поднялся в глазах, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Итак, Господь Иисус Христос собрал своих учеников, сказал, будьте все вместе, я пошлю то, что Отец обещал. Дух Святой сойдет на вас, вы примете силу и будете моими проповедниками, евангелистами из Иерусалима аж до концов земли. И когда Он сказал эти слова, Его ноги начали отрываться от земли, метр, пять, двадцать, пятьдесят, а потом облако славы взяло Его и унесло в небеса. И настолько апостолы были захвачены этим драматическим переживанием, «Братья и сестры, если бы сегодня два ангела вились бы сюда и вместо меня стояли бы за кафедрой, я думаю, вы обратили бы на них внимание». Но ангелам пришлось кричать «Мужи галилейские!» Что же за такое важное послание они принесли, которое помогло ученикам, апостолам пробежать свой жизненный путь веры до конца, победившей, а большинство из них претерпели мученическую смерть за Христа? Я верю, что это послание для нас очень важно и сегодня. В чем оно заключается? Этот Христос, который только что от вас ушел в небеса, наступит день, когда Он вернется на эту землю вновь. Почему это послание так важно для нас сегодня? Что в нем заложено? Что будет, когда Он вернется? Потому что, когда Он вернется, Он поставит предел безбожному человеческому правлению и утвердит свое тысячелетнее царство Божье на этой земле. Братья и сестры, если бы Его возвращение зависело бы от Него, поверьте, Он уже давным-давно скачал бы со своего трона и сбежал бы по небесным ступеням сюда. Знаете почему? Почему? Потому что, когда Он уходил с этой земли, Он оставил очень вескую причину для своего скорого возвращения. Догадайтесь, о ком речь. Конечно, улыбнитесь, потому что речь идет о вас. Речь идет о Его возлюбленной, о Его прекрасной, о Его красивой невесте. Я не знаю, как это было в вашей жизни. У меня, наверное, был классический случай. Я много ездил по нашей стране, служил Господу. Моя супруга, также будущая супруга, служила в одной из замечательных церквей нашей страны. И, наверное, по-человечески мы не имели бы даже возможности познакомиться. Но Богу было угодно, и мы познакомились на нейтральной территории, и мы влюбились друг в друга и объявили перед лицом церкви помовку. И раз на какое-то время мы съезжались, раз в несколько месяцев, то я к ней приезжал, то она ко мне приезжала. И время, которое мы проводили вместе, катастрофически пролетало. Мы не могли насмотреться друг на друга, мы не могли надышаться друг с другом. Тогда не было такой доступной мобильной связи, как сейчас, и интернет-связи. Поэтому фактически единственным средством нашего общения было писать письма. И мои нормальные письма с промежутком в 2-3 дня были по 10-12 страниц. Про большее я вам не расскажу. И мои телефонные счета были огромные. И мы мечтали и ждали, когда же, наконец, наступит тот день, когда нам больше никогда не надо будет разъезжаться и расставаться, и ждать, и мечтать о следующей возможности, чтобы встретиться. Мы мечтали, когда же Бог, наконец, перед лицом церкви и общества сочетает нас и соединит нас в одно целое, чтобы мы больше никогда не расставались. Братья и сестры, я вынужден вам признаться, сегодня, спустя все эти годы, я люблю несравненно больше мою супругу. И Бог подарил нам двух прекрасных сыновей. Если мы, как люди, можем так любить, насколько же сильнее Христос любит свою невесту, насколько же сильнее Он влюблен в каждого из вас, в свою церковь, насколько же сильнее Он мечтает соединиться с нами и больше никогда не расставаться. Что же удерживает Его там? Вот об этом сегодня я хотел бы говорить с вами из Священного Писания. Давайте откроем Деяние Апостола в третью главу и будем смотреть с 18 стиха. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять, а в оригинале даже сильнее, которого небо будет удерживать до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Итак, небеса будут удерживать Иисуса Христа до тех самых пор, пока не исполнится все, что Бог поместил в этой книге через своих пророков. Должны исполниться пророчества Библии, которые и зажгут на небесном светофоре для Христа этот зеленый свет и откроют перед ним этот небесный шламбаум и позволят ему вскочить со своего трона и избежать по этим ступеням сюда, на землю. Братья и сестры, одно из таких пророчеств записано в Евангелии от Матфея, 23 главе. И когда вы открываете Священное Писание на 23 главе, и мы будем читать 37 стиха, я хотел задать вам вопрос. Кто из вас когда-либо раньше был в Израиле? Есть над чем потрудиться. Я приглашаю вас. Хотя бы раз в своей жизни вы должны побывать в Израиле. Вы должны побывать на Галилейском море, по которому Иисус ходил. Вы должны побывать на горе Преображения, где Он преобразился в славе предучениками, где Он проповедовал вечные ценности на горной проповеди. Вы должны также обязательно побывать в Иерусалиме. И как брат сегодня говорил, вы должны побывать в саду гроба Господня, в гробнице, где написано его. Здесь нет. Он воскрес. Увидеть, что могила пустая. Но также вы должны обязательно побывать на Леонской горе. Потому что это как раз то самое место, на котором Иисус Христос находится, цитируя следующие пророческие слова. И когда вы будете на Леонской горе, или если бы вы были во время Иисуса Христа, то, что перед вами бы открылось, как на ладони, это был бы старый город Иерусалим. Или город Иерусалим. Сегодня это старый город. То, что бы вы увидели во время Христа, прежде всего храм, храмовые ворота, храмовые стены и храмовый путь, по которому первосвященник входил и приносил жертву за Израиль. Итак, Господь Иисус Христос смотрит с этой горы на Иерусалиме, обращается к Израилю, к евреям, такими словами, со слезами в своем сердце. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланы к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птицы собирать птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Господь обращается к Израилю и говорит, сколько раз я открывал для вас свои объятия, сколько раз я хотел собрать, укрыть, спрятать вас, но вы не поняли, что служит к вашей безопасности, вы не поняли, что служит к вашему процветанию и миру, вы не узнали времени моего посещения, вы отвергли. И он продолжает пророчески говорить, вот, оставляется вам дом ваш пуст. И эти слова исполнились в точности, немного больше, чем через 30 лет, как Господь Иисус предсказал, 10-й римский легион в 70-м году нашей эры атаковал Израиль, атаковал Иерусалим и фактически снес его с лица земли. Храм разрушен до основания, миллион евреев убиты, оставшиеся в живых евреи, выгнаны из своей земли и рассеяны по четырем концам земли. А земля Израиля переименована именем древних врагов Израиля в Палестину. Но Иисус продолжает пророчески говорить, «Ибо сказываю вам, Израилю, евреям, жителям Иерусалима, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне». На иврите эти слова звучат «Баруха ба бешем адунай». А слово «барух», братья и сестры, значит дословно. Встать на свои колени, поднять свою муку и благословить имя Того, Который слоствием для спасения. Братья и сестры, знаете, что это значит? Это значит, что до тех самых пор Господь Иисус Христос говорит, пока его народ Израиля не склонит свои колени пред Ним и не благословит Его, как своего Господа и Спасителя, они не увидят Его до этого момента. Знаете, что это значит? Это значит, что не только они не увидят Его на земле до этого момента. Это значит, что никто другой на земле не увидит Его до этого мгновения. Иногда, когда мы думаем о пришествии Господа Иисуса, о Его втором пришествии, о Его возвращении на эту землю, Иногда мы думаем, что он собирается возвращаться еще по меньшей мере три раза. Один раз за церковью, конечно, второй раз за китайцами, их очень много, все сразу не войдут. И третий раз за Израилем. Но так ли это? Давайте посмотрим слова самого Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 24 главе о своем возвращении. И будем читать с вами с 26 стиха. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы, и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Царь всех царей, Господь всех господствующих идет на землю, чтобы править. И каждое око узрит его, и каждое уста исповедует его во славу Бога Отца. И каждое колено преклонится пред Ним, поклоняясь и превознося его как Царя и как Творца. Слава нашему Господу! Братья и сестры, но этот момент не наступит до того мгновения, как евреи, как Израиль, как жители Иерусалима не благословят его как своего Господа. И Господь Иисус Христос говорит, как молния рассекает небо от одного конца до другого. Если бы сегодня была бы гроза во Львове, неважно в каком районе бы вы находились, вы одновременно бы увидели эту грозу. Так Господь Иисус Христос говорит, что будет его возвращение. Неважно в какой нации или в какой географической точке земного шара люди будут находиться. Когда он будет возвращаться на облаках славы, все увидят его и прославят его. Слава Господу! Братья и сестры, давайте откроем книгу пророка Захария и посмотрим, что пророк говорит об этих событиях в 12 главе. И будем читать выборочно с первого стиха. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри Него, говорит. Вот, я сделаю Иерусалим, чашу иступления для всех окружающих народов и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Итак, пророк, движимый духом святым, смотря в конец времен, видит невероятное единство в нациях. Он видит широчайшую, величайшую политическую, дипломатическую и военную коалицию, которая выступит против Иерусалима. И все народы соберутся войной против Иерусалима и против Израиля. И попытаются поднять этот камень и выкинуть с его места. Потому что они будут думать, что это и есть причина того, что нету стабильности и мира во всем мире. И наверняка вы скажете, почему все они соберутся? Может быть дать мир всему миру или кормить всех голодных? Нет, будет одна единственная назойливая мысль. Давайте пойдем штурмом против Иерусалима и против Израиля и снесем Иерусалим с лица земли. И мы уже сегодня слышим эти голоса. Совсем недавно, несколько лет назад, экс-президент Ирана Махмуд Ахминдежат сказал, не место Израилю на карте мира, это раковая опухоль, которую нужно удалить скальпелем. А в прошлом году, во время того, как одна из наших частей нашей страны была оккупирована, в этот самый момент в Москве прошла дипломатическая научная конференция под высоким статусом, куда собрались политики, дипломаты, ученые. Всех их объединила тема статус Иерусалима. И они рассуждали, размышляли и сказали, евреи иудеизировали Иерусалим. Это неправильно. Усюмлены права христиан и мусульман. Надо исправить эту несправедливость. Нужно отдать Иерусалим под международный мандат. А совсем недавно, буквально две недели назад, европейское сообщество издало неофициальный документ, который как инструкция для дипломатических установ всего Европейского Совета, который сильно рекомендует им, чтобы никаких дипломатических встреч и никаких дипконсульств и никаких серьезных встреч не было в восточной части Иерусалима. Потому что они считают, что восточный Иерусалим принадлежит Палестине, а не Израиле. А включая Иудеи и Самария, это сердце библейской обещанной, обетованной Богом земли Израиля, они теперь призвали европейское сообщество те товары, которые там производятся, маркировать их как не made in Израиль, не сделано в Израиле, а как сделано в Иудее и Самарии. Потому что Европейский Союз не признает эту территорию или право Израиля на эту территорию. И так все народы земли объединятся войною против Иерусалима, против Израиля. Шестой стих. В тот день я сделаю князей Иудины, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окружающие народы справа и слева. И снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. Оригинальный текст гласит, и останется Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. Что бы ни произошло, кто бы ни выступил против Израиля, против Иерусалима, там, где Иерусалим сегодня есть, там он и останется. Почему? Восьмой стих. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид, а дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день. Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. И они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегедонской. И будет рыдать земля. На иврите это слово эрец, это относится только к земле Израиля. Каждая племя особа, племя дома Давидова особа и женных особа, племя дома Нафанова особа и женных особа, племя дома Левина особа и женных особа, племя Симеонова особа и женных особа, все остальные племена, имеется в виду до 12 колен Израилевых, каждое племя особа и женных особа. И 1 стих 13 главы. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Братья и сестры, в тот самый день, когда народы объединятся в эту величайшую коллицу и двинутся войною против Израиля, в этом едином штурме и порыве против Иерусалима, когда евреям и Израилю больше неоткуда будет ждать помощи, они будут в отчаянной ситуации, окруженные со всех сторон войсками врага. Именно в этот самый момент Господь Иисус Христос сам вяжется в эту драку, Он сойдет с небес, Он сразится с этими народами, Он разрушит эти народы, нападающие на Иерусалим и на Израиль. Но на свой народ Израиля, который будет собран из рассеяния, и все двенадцать колен Израилевых будут стоять в своей земле, Он и зальет на все двенадцать колен Израилевых Дух Святой. И в этот момент их глаза откроются, и они увидят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как о своем собственном потерянном первородном сыне. И будут говорить Ему, как же мы не поняли, что Ты и есть тот самый, который был обещан, который был послан для нашего спасения. Как же мы не узнали Тебя? Как же мы отвергали Тебя так доброе, так долгое время? И там будет великий плач покаяния, но там также будет и великий плач примирения, и весь Израиль примет Иисуса Христа как своего Мессию и как своего Господа. И в этот самый момент им откроется источник для мытия и очищения всех и грехов. Есть только один источник, способный смыть грехи. Это кровь Господа Иисуса Христа. И в этот самый момент все двенадцать колен Израилевых будут очищены кровью Агнца Божьего и примирены с Богом. Слава нашему Господу! Давайте прочитаем пророка Захарию 14 главу со 2 стиха. Здесь немножко подробнее об этих событиях. И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчечены будут жены. И половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов. Как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая предлецом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илеонская от востока к западу. Весьма большую долину. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до осила. И вы побежите, как бежали от землетрясений во дни озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой и все святые с ним. И будет в тот день. Не станет света. Светило удаляться. День этот будет единственный. Ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день. Живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному, которая мертвая. И половина их к морю западному, которая средиземная. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един. И имя Его едино. Подумайте, каким будет пришествие нашего Господа. Когда Его ноги станут на гору Леонскую, на ту же самую гору, с которой Он вознесся, эта гора раздвоится на две огромные горы. И посредине будет огромная долина, по которой потекут из-под храма реки живой воды. И куда эти потоки впадут, туда придет жизнь. И Господь Иисус Христос войдет в Иерусалим, сядет на свой престол, и утвердит, и провозгласит из Иерусалима над Израилем, и до концов земли свое тысячелетнее царство, свое правление. Написано, что дьявол будет скован на тысячу лет и посажен в темницу, чтобы не искушал народы. Всякий нечистый дух будет удален с этой земли. Как воды наполняет море, так познание Господа будет наполнять эту землю. Сила воскресения Господа пронижит каждое творение на этой планете. Братья и сестры, из уст Господа выйдет закон, на который будут уповать все народы земли, новая Божья Конституция. Мир и справедливость будут торжествовать на всей планете. И имя только единого Господа будет поклоняемо и почитаемо всеми народами, всеми людьми и всей планетой. Догадайтесь, как имя этого Господа и имя этого Царя. Конечно же, Иисус Христос. Слава Богу нашему. Братья и сестры, мы будем править вместе с Господом Иисусом, Его народом Израилем на этой земле тысячу лет. Великая нас ждет. Братья и сестры, вот почему вы должны успеть побывать в Иерусалиме, на горе Иллионской до этих событий, сфотографироваться, конечно. Потому что, когда Он придет, все изменится. Гора раздвоится, геодезия изменится, география изменится, политика изменится. Все абсолютно изменится. Царство Божье будет по всей земле. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы открыли также послание к римлянам, 11 главу. Потому что апостол Павел что-то говорит церкви на эту тему. И будем читать с первого стиха. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. «Ибо я, израильтянин, от семени Авраамова и с колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Бог знал победы своего народа Израиля. Он знал его подвиги, но Он также знал и его падения, и его ошибки. Точно так же, как Бог знает наши с вами победы ради Него, наши подвиги, но Он также знает и наши с вами падения, и наши с вами ошибки. Он даже знает, не побоюсь этого слова, даже наши грехи. Аминь. Но Он знает, что когда мы падаем, что мы не останемся лежать. Он знает, что мы поднимемся. Он знает, что мы будем продолжать жить для Него, бежать, будем свое поприще совершать до последнего дыхания жизни. Как апостол Павел говорит, течение совершил, веру сохранил, а теперь иду получить награду. Когда мы пробежим свое поприще, сохранивши веру до последнего мгновения нашей жизни, и войдем в небеса, когда мы исполним все то, для чего Бог родил нас на эту землю, и войдем в небеса, жемчужные ворота небесного города Иерусалима будут пред вами растворены. Открытый. Миллионы ангелов Божьих, они выйдут навстречу, чтобы дать вам честь, как победителям. Все святые Божьи выйдут вас встречать. Пророки, Иоиль, Ной, отец веры, Авраам, Енох, Авраам обязательно будет там, Моисей будет там. Пророк Захарий обязательно выйдет вас встречать. Но впереди всех выйдет Господь Иисус Христос. И Он откроет перед вами свои объятия. И Он обнимет вас и прижмет вас к своей груди. Вы услышите, как стучит Его сердце. Он вытрет ваши слезы. Он оденет вас в кристально чистые белые одежды, опоясшит вас золотым поясом и оденет вам на голову золотую корону жизни и скажет вам, молодец, ты не сдался, ты не отступил. И когда ты шел в Дом Божий, другие крутили у виска, ты был верен мне. Когда, казалось, все ополчилось против тебя, и твоя молитва не выходит даже из твоих уст, ты и тогда продолжал поднимать свои глаза ко мне и быть верным, и шептать мое имя в своих устах. Когда твои колени подгибались и, кажется, нету сил идти дальше, ты и тогда продолжал двигаться вместе со мною. Братья и сестры, Он скажет вам, этот город я построил, золотой город Иерусалим для тебя, это стена из кристального чистого ясписа невероятной красоты драгоценной ясписи я построил для тебя. Эти 12 красивейших оснований из драгоценнейших камней в основании этого города я построил для тебя. Эти золотые улицы прозрачной чистоты, через которые вы сможете увидеть все эти 12 драгоценных оснований города я построил для тебя. Это древо жизни посреди города для тебя. Эта река жизни течет для тебя посреди города Божьего. Господь скажет вам, я построю этот город для тебя. Войди в мою радость. В этот самый момент Он даст вам награду за все, что вы сделали здесь для Него на земле. за каждую вашу молитву к Нему, за каждую вашу молитву в Его имя, за каждое ваше дело, за каждый ваш подвиг, за каждое ваше мгновение, прожитое вместе с Ним, ради Него и для Него. Он скажет, мы будем с тобой писать с этого момента дальше новую историю и проведем с тобой вечность. Я не знаю, через что вы проходите. Я не знаю, с чем вы сталкиваетесь. Но это стоит того, чтобы продолжать жить для Бога. Это стоит для того, чтобы подняться и дальше бежать вместе с Богом, дышать Богом. Аминь. Братья и сестры, Он ждет вас там, и Он верит, что вы дойдете, и Он встречает вас там с открытыми объятиями. И дальше апостол Павел цитирует слова пророка Илли, которая жалуется, что Израиль в плачевных отношениях с Богом. И пятый стих. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Так и в наше время Бог по своей благодати сохранил остаток еврейского народа Израиля, который все еще рассеян по всем четырем концам земли, который прошел через крестовые походы, через святую инквизицию, через погромы, через холокост Второй мировой войны, когда шесть миллионов евреев были убиты только за то, что относились к Божьему народу. Но Бог сохранил свой остаток. И дальше шестой стих. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не было бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль, чего искал, того не получил. И избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Чего искал Израиль, и чего они не получили? Послание к римлянам в 9 главе 4-5 стихе написано. Они искали заветов, усыновления, богослужения, славы, патриархов, исполнения обетований, Христа, который от евреев по плоти Бог. Избранные получили. Кто эти избранные? Кто первые, кто уверовали во Христа, где была рождена первая церковь? Первые, кто последовали за ним, апостолы, ученики, евреи, где была рождена первая церковь? В Иерусалиме. И она состояла только из евреев и насчитывала примерно около ста тысяч человек. Избранные получили, а прочая часть ожесточилась, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. А слово ожесточились, значит, окаменели своим сердцем и ослепли своими глазами на эту истину о Христе. И в таком состоянии большая часть Израиля даже до сего дня. Одиннадцатый стих. И так спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть? Неужели это приговор? Неужели это финал, конец истории? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Братья и сестры, здесь есть Божья тайна, здесь есть Божий план, потому что Бог всегда любил не только еврейский, израильский народ. Он любит все народы земли. Он любит Украину, слава Господу. Он создатель и творец каждой нации, каждого человека, независимо от того, где люди родились, в какой географической точке, какого цвета их кожа, на каком наречии они говорят. Бог является творцом, создателем каждого человека и каждой нации. И у Него есть хороший план для каждой нации и для каждого человека. Аминь. Когда Он вернется на эту землю, помните, Он вернется уже как царь, но Он вернется не только как царь, Он также будет судить народы. Поэтому Он хочет, чтобы каждый человек и каждая нация получили шанс услышать добрую весть о нем и избежать этого суда, выйти из-под этого суда. Потому что написано, что верующий во Христа на суд не приходит, а перешел из смерти вечной в жизнь вечную. Вот почему, братья и сестры, Господь Иисус сказал, что перед тем, как Он вернется, Евангелие, Царствие будет проповедано во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Это также та причина, по которой Он не даст нам с вами жить обычной, нормальной жизнью. Он вложит в наше сердце свой плач по этим погибающим людям, которые не знают Его, которые идут прямиком в ад. Кому-то из нас Он покажет, возможно, в видениях, в снах, людей, которые не похожи на нас, другого цвета кожи, говорят на непонятном для нас языке, и пошлет нас в миссионерское путешествие служить, проповедовать Евангелие. А кого-то, братья и сестры, Он пошлет в самое длинное путешествие нашей жизни и попросит, выйди из своей квартиры и позвони в дверной звонок твоему соседу и скажи Ему, что Я возвращаюсь. Я люблю Его. Я хочу, чтобы Он избежал этого суда. Итак, от их падения спасение язычникам. Но также в нашем спасении есть часть по отношению к еврейскому народу. Своей верой, своим поклонением Богу Авраама Исаака Якова, своим отношением к еврейскому народу. Потому что если вдруг во Львове сегодня не будет воды, все же знают, кто ее выпил, правда? И пишут там на заборе об этом. То когда они смотрят на церковь, Дом Евангелия в городе Львове, на христиан, как мы молимся, поклоняемся Богу Авраама Исаака Якова и благословляем их, благодарим их за все, что они сделали для человечества в прошлом, но также верим в их будущее, это должно производить в них ревность. Что-то должно производить в них и возбуждать ревность по Богу Израиля. И также написано 12 стих. Если же падение их это богатство миру, и оскудение их это богатство язычникам, то тем более полнота их. 15 стих. Ибо если отвержение их это примирение мира, то, что будет принятие как нежизнь из мертвых. Братья и сестры, от того, что они отпали, весь мир примирился с Богом и обогатился Богом заветами, благословениями Божьими. Но когда они примут Его как нация, как страна, это вызовет такой эффект, как воскресение из мертвых. Где же мы во всей этой истории, вы спросите? Давайте читать 16 стих. Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, и это неточный перевод в русском, как минимум, в оригинале на греческом, в украинском, на английском, и в большинствах переводов остальных написано не вместо них, а посреди них, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Вот где мы. Мы были дикими ветвями, отсечены от Бога, от заветов, но Бог взял нас и присоединил посреди этого природного Божьего кустарника Израиля, посреди этих природных ветвей, присоединил нас к тому же самому корню, который есть Иисус Христос, который держит этот Израиль, и тот же самый сок маслины, который питает Израиль, заветы, обетования, богослужения, усыновления, Христос, который от евреев по плоти Бог, потекли в нашу с вами жизнь. И мы вошли во все те благословения, во все те обетования, которые Бог, во все это наследие давал Израилю на протяжении многих веков. Вот почему мы сегодня имеем полное право провозгласить ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешно. И всякий язык, который с нами состязуется, мы обвиним его. Это наше наследие и оправдание от Господа. Хотя это обетование 2600 лет назад было дано пророком Исаии народу Израиля, но Бог присоединил нас посреди этих природных ветвей и сделал общниками того же корня и сока маслины. 25 стих. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от сен на Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и вот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Братья и сестры, это ожесточение, это ослепление, окаменение в Израиле на Христа отчасти, только на какой-то период истории, времени, который был дан Богом для спасения всех народов земли, включая нашу любимую Украину. И когда ковчег спасения наполнится полным количеством спасенных, уверовавших людей из разных коленов, колен, племен и языков, а написано, что на небеса придет так много людей, которых невозможно будет сосчитать. И, братья и сестры, мы живем с вами в то время, когда Евангелие движется по земле так быстро с помощью миссионеров, интернета, телевидения и проповедуется в тех нациях, в которых оно еще никогда за всю историю раньше не проповедовалось. Сегодня в Багдаде, в Ираке, охваченной войной, есть такие же евангельские церкви, как ваша, где они поклоняются на арабском языке и поклоняются, провозглашают Иисуса Христа Господом. В Иране, где смертная казнь за веру в Иисуса Христа, есть свидетельство, как Христос в видениях являлся целым иранским деревням. И сотни людей одновременно видели распятого Христа на кресте в воздухе и отдавали свою жизнь Господу. В Египте за веру во Христа смертной казни есть замечательные большие евангельские церкви. Китай, еще совсем недавно абсолютно коммунистическая страна, отгородившаяся от всех великой китайской стеной с их древней, с их древней историей, с их большим множеством богов, братья и сестры. Бог послал туда множество миссионеров. И сегодня в Китае статисты насчитали около ста миллионов рожденных свыше братьев и сестер. Индонезия совсем недавно, 2004 год, вы же слышали, как одна волна унесла четверть миллиона в жизни людей, цунами. Вы же слышали об этом? Но немногие из вас знают, как прямо накануне цунами всех иностранных миссионеров-христиан выгнали из этой земли, а уверовавших местных индонезийцев Христа убивали за веру в Иисуса, бросали в тюрьмы, пытали, а их детей отбирали у них насильно и отдавали на усыновление мусульманские семьи. Одна волна 250 тысяч убитых. У Бога есть аргументы, но сегодня в Индонезии есть церкви, и это абсолютно нормально, такая как ваша церковь, по 25-30 тысяч человек. Корея, Южная Корея, еще недавно это была 60-70 лет назад буддистская страна, сегодня это считается христианской страной, где находится в Сеуле самая большая евангельская церковь, насчитывающая миллион прихожан. Слава Господу! Братья и сестры, Евангелие движется по этой земле так быстро и проповедуется там, где оно еще никогда во всей истории человечества не проповедовалось, включая Тихоокеанские острова и так далее. Когда полное число язычников войдет в этот ковчег спасения, эти двери для язычников закроются, и тогда Божий взгляд полностью обратится к своему народу Израилю, он придет на Сион, и весь Израиль будет спасен, и он будет править на этой земле. И подходя к окончанию моей проповеди, вы резонно зададите мне вопрос, когда же все это будет? Мы уже две тысячи лет ждем его возвращения. Давайте откроем книгу пророка Еремию, двадцать третью главу, потому что здесь указатель времени. и прочтем с вами со второго стиха. С третьего. «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и воставлю Давиду отерсель с большой буквы праведную, и воцарится царь с большой буквы, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. Поэтому вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить жив Господь, который вывел сынов Израилевых и земли Египетской. Но жив Господь, который вывел и который привел племя Дома Израилева из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. Итак, пророк, вдохновленный Духом Святым, видит, как царь возвращается на эту землю, воцаряется и правит мудро и справедливо, как отрасль праведная возстает на этой земле, как Царство Божие приходит на эту землю, и он видит также, что предшествует этому, и он видит, как евреи со всех четырех концов земли возвращаются в свою землю, и пророк задает вопрос, слышали ли вы когда-нибудь о исходе евреев из земли египетской, слышали ли вы, как в один день три миллиона евреев вышло из египетского плена, как огненные кометы падали, как вода нила превращалась в кровь, как лягушки и насекомые наполняли эту землю, как все первенцы в Египте были убиты, как море красное раступилось, слышали вы когда-нибудь об этом, возможно с вами так было, я не знаю, вы вышли на берег черного моря в Одессе, и вдруг и море раступилось, и путь по суше в Турцию, с вами было такое? С ними было, но пророк говорит об этом забуду, даже на память не придет, потому что перед тем, как Христос вернется, Бог сделает что-то намного более актуальное и важное, и что же это такое? Это второй исход евреев, который начнется из земли северной, а потом охватит своей географией все остальные народы земли, что же это за земля северная? Братья и сестры, у меня к вам просьба, или если позволите домашнее задание, когда придете домой, найдите карту или глобус, найдите там маленькое местечко Израиль, поставьте туда палец и проведите перпендикулярную линию на север наверх, знаете где окажетесь? Во Львове, в Киеве, Донецке, Белоруссии, Молдове, Азербайджане, все 15, нету ничего севернее, чем Россия, там дальше Баренцево море и Ледовитый океан, евреи с нашей земли всегда хотели вернуться в свою землю, но 2000 лет у них не было своей земли, и только 67 лет назад, 23 апреля, будем 67 праздновать, во исполнение пророчества Исаии 2600 летней давности, который гласит, видели ли вы что-либо подобное, слышали ли вы что-либо подобное, рождался ли народ, рождалась ли страна, как Сион, только родами начали мучиться, родила сыновей и дочерей своих, было возрождено современное государство Израиль, но евреи с нашей территории все так же не имели этой свободной возможности вернуться, потому что Советский Союз сказал, у нас тоже для них есть земля обитована, Биробиджан называется, и по-настоящему, только когда в 1991 году Советский Союз рухнул, и свобода вероисповедания хлынула в нашу землю, и так много церквей новых родилось, так много людей веровало по всей нашей стране, но евреи получили свободное право вернуться из нашей территории в свою землю, и миллион двести тысяч русскоязычных уже там, каждый седьмой говорит в Израиле по-русски, когда приедете скучно не будет, а география исхода пошла расширяться в нации, и каждую неделю евреи больше, чем из 11 стран, такие, как Южная Африка, Аргентина, Франция, где антисемитизм очень сильно увеличился, Канада, Великобритания и другие страны возвращаются домой в Израиль, а сегодня в Израиле евреи уже представляют диаспору больше, чем 70 стран мира. Братья и сестры, мы живем с вами в удивительнейшее время, когда пророчество, древнее пророчество оживает прямо на наших с вами глазах и воплощается, и исполняется прямо перед нашим с вашим лицом, прямо на нашей территории. Я не знаю, что вы думаете о том времени, в котором мы живем, мы уже подходим к окончанию. Возможно, вы задаете вопрос, почему Бог родил вас в это время? Чем же я не угодил тебя так, Бог? Война, люди гибнут, хлеб дорожает, гречка дорожает, не знаю вообще, как за газ заплатим. Господь говорит, нет, ты не понял, я родил тебя в то время, о котором мечтали пророки. Они пророчествовали, но не видели, твои глаза видят. Но не только, чтобы видеть это, но чтобы стать частью Божьей команды и сделать самую большую работу за всю историю человечества, собрать самую большую жатву человеческих душ вместе с Господом и помочь ему и народу вернуться домой на место свидания с Господом, куда он возвращается, чтобы править как царь на этой земле. Братья и сестры, я хотел бы закончить местописание из книги пророка Исаия 49 главе, где написано о призвании Господа Иисуса Христа. И будем читать 5-6 стих. И ныне говорит Господь, образовавший меня чрево в раба себе, чтобы, то есть целью обратить к нему к Богу Якова и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в глазах Господа и Бог мой, сила моя. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое просерлось до концов земли. Одна рука его простерла, простерта, чтобы собрать самую большую жатву человеческих душ из разных народов, племен, языков и другая его рука простерта, чтобы вернуть евреев, собрать их в Израиль и обратить их сердца к Богу. Он грядет, он возвращается и уже неправильно, как кто-то сказал, уже неправильно говорить, что он скоро придет. Мы уже можем слышать его шаги. Возможно, наши глаза увидят, как он в славе, на облаках славы с миллионами ангелов Божьим, со своим всемогуществом грядет на эту землю править. Братья и сестры, я хотел бы пригласить вас для молитвы, подняться на ваши ноги. Братья и сестры,